Захар Прилепин Захар Прилепин Захар Прилепин Ополченцы русской литературы Сегодня мы вспомним шесть совершенно разных книг Захара Прилепина, которые не оставят вас равнодушными Обитель Жизнь, уместившаяся в одну осень Величественная природа и клубок человеческих судеб, где невозможно отличить палачей от жадв Трагическая история одной любви и история всей страны с ее болью, кровью и ненавистью В книге автор поднимает вопросы личной свободы и степени физических возможностей человека Мощный, прямо-таки неожиданный какой-то Лев Толстовский по силе изобразительный талант автора С легкой и запасом крест-накрест перекрывает условности композиционной конструкции Сказал об этой книге Лев Пирогов Главный герой книги Санька – русский парень Санька Тишин Активист радикально-левопатриотического союза созидающих, созданного интеллектуалом Костенко При обострении конфликта организации с государством он уходит в подполье Санька и другие ребята из союза созидающих – ватаго-романтиков, ломающих мир об колено Они живут в дурное, неправедное, нечестное время и не хотят с этим мириться Они живут быстро и готовы умереть молодыми, готовы погибнуть за свою мечту и правду Шумные митинги, драки, захваты администрации и покой полузаброшенных деревень Где доживают свои дни последние старики и где пытаются найти приют главный герой Санька Прилепин описал состояние молодых умов, этот радикализм, нигилизм, жертвенность во имя идеи, во имя имперского мифа И это для всех открытие Так сказал об этой книге Александр Проханов Главный герой – роман о патологии «Спецназовец», воюющий в Чечне Отряд молодых, веселых, злых ОМОНовцев приехал на войну Окраины Грозного, Вторая Чеченская Святой Спас – тихий городок, затерявшийся среди русских холмов и равнин Границы между бывшим и настоящим, между миром и войной стерты, размыты Главный герой – Егор Ташевский человек хрупкой психики, робкой смелости Но умеет вписать войну в свое представление о нормальном Патологии – целый мир, в котором есть боль, кровь и смерть Но есть и любовь, и вещи, и сны, и надежда на будущее Это роман, открывший Россию Прилепина Прозаика Роман о человеке на войне и о войне в человеческом сознании Каждая глава книги Захара Прилепина «Имя рек. 40 причин поспорить о главном» Взгляд автора на отечественную историю разных периодов От Киевской Руси до современности На выдающихся политических деятелей, которые вершили судьбы миллионов людей, а также на вечные ценности и иллюзии Писатель предлагает взглянуть в ретроспективе на самые разные глобальные события Февральскую и Октябрьскую революции, Гражданскую войну, Великую Отечественную войну, распад СССР, 90-е годы прошлого века и многие другие Трактовка Захаром Прилепином тех или иных событий порой неожиданно, порой эмоционально, но всегда наводит на размышления и побуждает к дискуссии Перед вами итоги моих болезненных размышлений о нашем с вами Отечестве Чтобы понять, кто мы и зачем, нужно было заново пересобрать все представления, и я бережно с чанием ребенка пересобрал Так говорит о своей книге автор Некоторые не попадут в ад Книга, жанр которой сам автор определил как роман «Фантасмагория» Рассказывает о жизни русского писателя Захара Прилепина после 2014 года О войне на Донбассе, об ополченцах В этом романе Прилепин не пытается быть пропагандистом, а беспрекрас рассказывает о том, что было совсем недавно, о том, что видел с собственными глазами И мысли не было сочинять эту книжку, пишет Захар Прилепин Сорок раз себе пообещал Пусть все отстоится, отлежится Что запомнится и не потеряется, то и будет самым главным Сам себя обманул Книжка сама рассказалась Едва перо обмакнул в чернильницу В книгу Захара Прилепина «Взвод офицеры и ополченцы русской литературы» Вошли 11 биографий писателей и поэтов Золотого века Умевших держать в руке не только перо, но и оружие Поручик Гаврила Державин Адмирал Александр Шишков Генерал-лейтенант Денис Давыдов Полковник Федор Глинка Штабс-капитан Константин Батюшков Генерал-майор Павел Катенин Корнет Петр Вяземский Ротмистр Петр Чадаев Майор Владимир Раевский Штабс-капитан Александр Бестужев-Марлинский Творческая биография каждого Причудливо и подчас закономерно Переплетается с событиями Связанными с военной службой, войной Горем от поражений и радостями побед Каждая глава книги раскрывает новые черты Биографии и творчества известных литераторов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...